В США существует тысячи законов, которые действуют только на уровне штата или муниципалитета. И некоторые из них кажутся довольно нелепыми и непонятными. Но в общем-то, когда-то на них были свои причины. И мы сегодня поговорим как раз-таки о некоторых таких нелепых американских законах. Меня зовут Настя, это канал Puzzle English Life. Начнем! В штате Алабама запрещено носить мороженое в заднем кармане. Во-первых, это же надо догадаться положить мороженое в задний карман. А во-вторых, зачем? И как раз-таки вот на этот вопрос есть ответ. Раньше таким хитрым способом воробали лошадей. Ну, как бы похититель этот самый рожок с мороженым вставлял в задний карман. А лошадь, конечно же, которая как нормальная лошадь не откажется от вкусняшек, а потом покорно за ним следовало. И то есть, как-то вот так вот неочевидно можно было сфоровать лошадку. И, кстати, мороженое, вот такое, по-английски будет называться В городе Лос-Анджелес законом запрещено облизывать некоторых жаб. Из чего бы это? После облизывания жаба превратится в прекрасного принца? Сомневаюсь. Закон был принят после того, как городские подростки обнаружили, что кожа некоторых жаб содержит галлюциногены. И они отлавливали их, а потом старательно облизывали, ну и в итоге, конечно же, треповали. И, кстати, официально эта квакушка называется Ну, колорадская речная жаба. Или ее также называют И не забывайте, что лягушка по-английски будет Ну и, кстати, хоть эта жаба и называется колорадская, очень большая популяция есть этих жаб и в Калифорнии. В штате Мичиган запрещено кидаться осьминогами в общественных местах. Ох, ребят, и даже вот для этого закона есть причина. Раньше, во время матчей, в которых принимала участие хоккейная команда Detroit Red Wings, детройтские красные крылья, болельщики швыряли осьминогов прямо на лед. Сама традиция появилась в 1952 году, когда команде нужно было выиграть все 8 игр. Но как бы их высшей целью было выиграть кубок Стэнли. И в начале первой игры кто-то из болельщиков кинул осьминога на лед. Ну, как бы каждая нога осьминога символизировала каждую игру. А сколько ног у осьминога? 8. 8 ног, 8 игр. Получился вот такой вот символ. С тех пор матчи в Детройте неоднократно прерывались дождями из осьминогов. И, кстати, осьминог по-английски это octopus. В штате Калифорния в некоторых местах запрещено ездить на велосипеде около бассейна. Такой закон приняли еще в 1980-е годы для того, чтобы утихомирить велотрюкачей. Честно, не знаю, насколько уж это зрелищно выглядит прыгнуть с великом в бассейн. А вот в Аризоне вы можете попасть в тюрьму, если срубите кактус. И речь идет о сагуэро кектус. Или по-научному циреус гигантский. Между прочим, растение очень редкого вида. Эти огромные кактусы вырастают до 15 метров высотой. И живут чуть ли не 200 лет. И чтобы начать плодоносить, им нужно прожить 75 лет. И, кстати, вес некоторых таких кактусов даже больше в веса слона. И это не просто растение, это гордость Южной и Северной Америки. Если такой кактус растет на вашем участке, он вам ужасно надоел, вы хотите его вырубить, вы, конечно, не сможете этого сделать, но можете получить разрешение на пересадку. Конечно, это только некоторые из странных законов США. Если хотите узнать больше, поищите в интернете. И вообще, в некоторых штатах даже начали использовать чудаковатые законы для привлечения туристов. Например, в Орегоне вас могут в шутку арестовать, если вы будете есть в каком-либо из заведений их знаменитые куриные крылышки не руками, а вилкой. На этом все. А чтобы узнать, что там еще происходит в мире английского, переходите на сайт Puzzle English. Регистрируйтесь, изучайте сайт, слушайте, переводите, смотрите видео, складывайте пазлы, делайте все, что в вашей душе угодно. А с вами была Настя и канал Puzzle English Live. До новых встреч. Пока-пока.